Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Мы начинаем с вами наш семинар, который посвящен теме НДС и всяким нововведениям, которые опять каждый год, и этот год не стал исключением, у нас появились в связи с этим. Тема у нас налоговые агенты, такс фри и другие изменения НДС с 2018 года. И, конечно же, мы посмотрим с вами некоторые моменты, как это отражается в программе 1С, бухгалтерия, восьмерка, редакция, третья, но сначала немножко теория. Исходить хотела бы из следующего. У нас в учебном центре, конечно же, преподаватели все работают в режиме онлайн, как мы это называем, то есть постоянно обновляется информация о всех нововведениях, которые происходят, и, конечно же, на курсах на обучающих у нас дается самая свежая, самая последняя информация. Поэтому всегда вас рады видеть у нас в гостях или учащимися, потому что специалист – это ведущий учебный центр. И более 4,5 тысяч у нас начинающих профессиональную бухгалтеров ежегодно проходит здесь переподготовку. Конечно же, огромная уникальная система переподготовки. Мы сейчас рассмотрим некоторые моменты, но сначала хотела бы представиться. Моя фамилия Ганжа, зовут Людмила Юрьевна, работаю я в учебном центре уже порядка 10 лет, а так, в общем-то, стаж профессиональной деятельности в профессии бухгалтер более 20 лет. Тут посчитала, испугалась, решила оставить цифру более 20. Да, практикующий бухгалтер работала в группе компаний, которые занимаются и производством, и оптовой розничной торговли, у нас сеть торговая была. Отдельно занимались услугами и работами в сфере строительства. Очень люблю тему налогообложения, потому что жизненный опыт позволил разобраться и в общей системе налогообложения, и в упрощенной. И ЕНВД тоже поработали немножко. Работали и в Москве, и в регионах, соответственно. И, на мой взгляд, задача бухгалтера – это не просто ведение бухгалтерского учета и отражение данных в бухгалтерском учете, но все-таки профессионализм сказывается в той ценности, которую вы приносите своему работодателю. То есть некий аналитический склад ума должен быть, конечно, и умение видеть всю картинку целиком, чтобы можно было проанализировать, что же происходит на предприятии и что вы можете здесь сделать, соответственно. В настоящее время грамотный бухгалтер, конечно же, может сделать большой объем работы для развития предприятия. Кроме того, он способен разработать оптимальную систему учета, которая будет изменяться по мере роста вашего бизнеса. Поэтому здесь мы закладываем навыки работы бухгалтера на крупном предприятии, анализы работы, выявлять проблемы и помогать в их устранении. И, конечно же, хороший специалист обязательно должен сделать обоснованный прогноз развития предприятия и привлекать, помочь привлечь в бизнес новых инвесторов и новые какие-либо средства. Ну, те качества, которые вы видите, как портрет современного бухгалтера, мы стараемся развивать с вами. Конечно, усидчивость в работе с документами и цифрами, да, но мне больше всегда нравилось такое качество, как способность к анализу и синтезу. Хорошая память и сосредоточенность на конкретных задачах. Что касается учебного центра специалист, то здесь у нас огромная просто линейка, даже вот масштаб большой невозможно выбрать, да, картинки. Огромная линейка бухгалтерских курсов. И тема нашего сегодняшнего семинара, в общем-то, частично отражает те знания, которые мы даем на курсе налогообложения. У нас есть курс налогообложения 2018 «Ведение налогового учета. Проблемы и решения». И практическое применение этого курса связано у нас с работой в 1С. У нас есть курсы по 1С «Особенности учета НДС в 1С бухгалтерии». На этом курсе мы рассматриваем нашу сегодняшнюю тему очень и очень подробно, проводим все документы, делаем все необходимые записи в учете, и, соответственно, нам программа позволяет анализировать данные этого учета. Ну и, кроме того, конечно, можно развиваться в любом из направлений. Есть даже у нас те, кто не работает в программе 1С, например, пользуются программными продуктами САПа. Для этих пользователей тоже предусмотрена целая линейка курсов. Ну и, конечно же, для постоянного развития очень настоятельно рекомендовала бы вам проходить все практические семинары для бухгалтера. Очень широко у нас сейчас и глубоко прорабатывается тема налогов на практикуме при налогообложении. Ну а чтобы выработать свои какие-то аналитические навыки, я вас приглашаю на курс «Главный бухгалтер». Там это больше даже курс связан с менеджментом, да, потому что главный бухгалтер – это не столько кропотливое выполнение такой вот работы, это все-таки организатор работы бухгалтерии. Ну а стресс-менеджмент поможет вам справиться со всеми давлениями со всех сторон. Важно, наши программы разработаны на основе профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты. И, конечно же, вы знаете о новой российской системе уровней квалификации. То есть у нас есть профессиональный стандарт для бухгалтера. И с 1 июля 2016 года эти профстандарты обязательны для применения большинства работодателей. Поэтому приглашаем вас и повышать вашу квалификацию, и, соответственно, приобретать новые навыки и новые знания. Ну а теперь непосредственно про те темы, которые у нас с вами произошли в 2017 году. Под конец 2017 года отечественные законодатели традиционно постарались и подготовили ряд изменений по НДС, которые вступили в силу с началом 2018 года. Вышел закон у нас 335 федеральный, 27 ноября он был подписан, опубликован, который говорит, что с 1 января приобретатели ряда товаров должны исполнять теперь обязанности налоговых агентов по НДС. Они, может быть, даже не догадывались об этом, но им вменили это в обязанность. То есть некоторые покупатели стали налоговыми агентами. Некоторые посредники теперь не являются налоговыми агентами. По экспортным сделкам изменения произошли. Новый порядок уплаты НДС с 2018 года. И для иностранцев изменения в уплате НДС будут особенно актуальны. 341 федеральный закон с 1 января, наконец-таки, ввел и в нашей стране механизм Tax-Free. Но это право дает возвращать налог с покупок, сделанных в России, иностранцам, но не тем, кто находится в странах Евро-Азиатского экономического союза. То есть наши ближайшие соседи, Белорусы, Казахстан, не имеют этой возможности, потому что входят в страны таможенного союза. Итак, у нас есть с вами статья 149 в Налоговом кодексе, которая называется «Операции, не подлежащие налогообложению». И перечень необлагаемых операций в этой статье был сокращен. Реализация лома и отхода цветных металлов теперь облагается НДС. Но платить этот налог должны будут покупатели, которые автоматически становятся налоговыми агентами. Далее. Расширился состав налоговых агентов. Покупатели черного и цветового металлолома, сырых шкур животных, вторичного алюминия и его сплавов тоже признаются налоговыми агентами. Ну и еще один момент, который мы тоже разберем, по ограничению прав на вычет НДС. Эти все радости нам принес 335 федеральный закон 27 ноября 2017 года. Запретили применять вычет по товарам, работам и услугам, которые приобретаются, за счет бюджетных субсидий и инвестиций. Покупатели обязаны вести раздельный учет входного НДС по таким расходам. Если раздельный учет обеспечен, сумма НДС можно будет включать в расходы по налогу на прибыль. То есть обратите внимание те коллеги, к кого есть бюджетные субсидии и инвестиции. Итак, про металлолом. Как это было в 2017 году? Продажа лома и металлолома не облагалась НДС. Теперь эту льготу отменили. И НДС, несмотря на то, что продавец российский, НДС должны будут рассчитывать и уплачивать покупатели как налоговые агенты. Покупатели у нас в России являлись налоговыми агентами, если арендовали имущество у комитета по управлению имуществом, то есть у государственных и муниципальных учреждений. А теперь появилась еще и вот эта обязанность. Покупая металлолом, скупая металлолом. В этом случае надо будет вместо поставщика этого металлолома самим заплатить налог в бюджет. НДС с отгрузки авансов начисляли всегда российские продавцы. Покупатели металлолома и сырых шкур рассчитывают НДС как налоговые агенты. И эту же сумму налога покупатель на общей системе заявляет к вычету. Покупатели даже на спецрежиме, то есть спецрежимники в этом случае выступают тоже в роли налоговых агентов, покупателям металлолома и сырых шкур, тоже должны начислить налог как агенты, соответственно подать налоговую декларацию. Но заплатив этот налог в бюджет, заявить налог к вычету не вправе. То есть налог, уплаченный в бюджет, появится в себестоимости этого лома и будет учитываться в расходах при расчете единого налога. То есть вводится налоговое агентство. Еще одна тоже новость, которая уточняет у нас. Правило 5%. Есть такое понятие в 170 статье в налоговом кодексе, как раздельный учет НДС. Если ваше предприятие осуществляет реализацию и облагаемой НДС, и необлагаемой НДС. Ну, к примеру, наша компания осуществляет строительно-монтажные работы, и вся наша работа облагается НДС. Но мы можем производить работы по реставрации памятников архитектуры. И вот эти реставрационные работы в соответствии со 149 статьей НДС не облагаются. В результате, как только у меня появился такой договор, я обязана вести раздельный учет. Соответственно, сумму налога, которую я заплатила поставщикам материалов, которые пойдут на строительные работы по объектам, облагаемым НДС, я возьму к вычету. А по строительным материалам, которые куплю для реставрации памятника архитектуры, я включу в стоимость этих строительных материалов. Но если есть покупки, например, аренда офиса, мы же сидим там и обслуживаем оба объекта, коммунальные услуги и так далее. То есть покупки для деятельности как облагаемой, так и не облагаемой НДС, мы будем входной НДС распределять. Распределять надо в соответствии с пропорцией, которой мы считаем, сколько выручки от облагаемых операций в общем объеме операций. И именно такую сумму НДС можно взять к вычету. Что касается новых правил, у нас изменилось правило 5%. 5% если вы тратите не больше 5% расходов на те работы, которые связаны с необлагаемыми операциями, вы вообще могли не вести раздельный учет. И просто все счета факторы полученные записывать в книгу покупок. Так было. Что теперь? Все равно, если я покупаю материалы для объекта, связанного с реставрацией памятника архитектуры, если я покупаю какие-то материалы, например, я точно знаю, что это пойдет на объект необлагаемой НДС работы. Поэтому НДС к вычету взять не могу по этим покупкам и включаю в стоимость материалов, которые купила. А вот что касается коммунальных услуг, аренды офиса и так далее. То есть тех общих покупок, которые используются в двух видах деятельности. Только по этим общим ресурсам я могу не вести раздельный учет, если расходов на необлагаемые операции у меня меньше 5% от общего объема. Ну, например, производим работы. Все объекты, затратная часть составляет порядка 10 миллионов рублей. Объект реставрация затратил у нас 500 тысяч рублей. Если мы 500 тысяч рублей разделим на 10 миллионов, мы получим ровно 5%. А если это было 499 тысяч потрачено материалов по отношению к общему, то тогда мы этот НДС не делим, а берем в полном объеме к вычету. Вот такие вот у нас изменения произошли. То есть четко делим, что для облагаемой, что для необлагаемой. А общий НДС сначала определяем правило 5%, а потом решаем, ведем раздельный учет в пропорции или же не ведем. Следующий момент, который тоже нужно обсудить. Компания восстанавливала входной НДС по покупкам, если получала бюджетную субсидию на возмещение этих затрат, которые включала сумму налога. Сейчас компания восстанавливает НДС независимо от того, включает субсидию сумму налога или не включает. Также восстанавливать налог нужно, если компания получила бюджетные инвестиции на возмещение затрат. Если затраты компания возместила за счет бюджета не полностью, то и налог восстановим с вами пропорционально. Итак, вы сначала за свой счет купили какие-то материалы. И взяли налог к вычету. Но потом работы по этой теме вам компенсировало государство. Выиграли тендер, получили субсидию. И соответственно вам возместили затраты на те работы, которые вы производили. Значит НДС, который вы взяли к вычету, вы должны будете восстановить. У организации, которые получали бюджетные субсидии, не было обязанности ввести раздельный учет. Теперь же как? Компания не заявляет вычет входного НДС по покупкам, которые делает за счет бюджетных субсидий или инвестиций. Входной НДС компания включает в расходы, при условии, что учитывает в расходах и стоимость покупки. При этом нужно ввести раздельный учет сумм НДС по товарам, работам, услугам, основным средствам, нематериальным активам, имущественным правам, которые компания приобрела за счет бюджетных субсидий или инвестиций. Если раздельного учета НДС, то включить сумму НДС в расходы не получится. Вот такая вот у нас трудность возникает при наличии бюджетных субсидий. Еще одна вещь, которая у нас прописана сейчас в пункте 7 статьи 164. И также пункт у нас с вами первой статьи 164, то есть это у нас ставки. 164 статья называется налоговые ставки. Компании раньше должны были применять ставку 0% при экспорте товара. Должны были применять ставку 0%. Так решил Конституционный суд еще в 2007 году. Закон не разрешал сразу начислять налог по ставке 18 или 10%, даже если было известно, что компания не соберет документы, подтверждающие 0% ставку. В результате что мы с вами делали? Мы отгружали, ждали 108 дней, потом ручками разводили, говорили, ну не смогла я собрать пакет документов. Начисляли НДС, подавали уточненную декларацию, платили налог, платили пене. Что сейчас? Сейчас экспортеры получили право отказаться от нулевой ставки. Для этого нужно сдать налоговикам заявление не позднее первого числа квартала, с которого компания не применяет ставку 0%. При этом условии экспортер вправе сразу при отгрузке начислить НДС по ставке 18 или 10% в зависимости от вида товара. Отказаться от нулевой ставки можно не менее чем на год и по всем экспортным отгрузкам. Но никак не могут наши дать нам бочку меда без ложки дегтя. Хотя ложка дегтя, конечно, получается существенная. Если мы по одной экспортной сделке с вами сомневаемся, соберем ли документы, получается, что мы подаем заявление на целый год и каждый раз сразу начисляем НДС при отгрузке. Вот, теперь, вот и опять же заявление, что для меня, что для меня. Да, совершенно верно. Нельзя применять разные ставки в зависимости от того, кто является покупателем. Также такие правила ввели и для некоторых услуг, облагаемых по нулевой ставке, например, международная перевозка товаров. То есть это не экспорт, это услуга, да, соответственно. Международная перевозка товаров тоже у нас облагалась по ставке 0. И если у вас будет желание, вы можете начислять НДС. Какое-то очень сомнительное, радостное событие. Как-то нам не всегда хочется начислять, нам хочется, наоборот, не начислять. Но, чтобы не платить пене, вы можете этим моментом воспользоваться. Ну и тот самый Tax Free, который ввели. И уже 10 апреля, хочу сообщить радостную новость, товарищ из Швеции, по-моему, воспользовался правом этого Tax Free и вернул себе деньги. Раньше иностранные покупатели не могли вернуть НДС, который уплатили в России в составе цены. Когда же мы с вами ездили в другие государства, то при возвращении из той страны мы на границе и радостно получали себе денежку обратно. И удивлялись, почему в нашей стране этого нет. Итак, иностранные граждане, которые вывозят приобретенные товары за пределы Евразийского экономического союза, смогут вернуть НДС. Возврат действует при покупках в организациях розничной торговли, в которых включат специальный перечень. Эти организации будут выдавать иностранцу чек для возврата налога, если сумма покупок в течение дня составит не меньше 10 тысяч рублей. Сумму возвращенного налога торговая организация примет к вычету. Выплачивать налог иностранцу может как продавец, так и специализированная компания. Так написано у нас в 341-м федеральном законе. Такую возможность иностранцам предоставил этот закон, введя новую статью 169-ю в налоговый кодекс. Есть, конечно, ограничения. НДС не возвращается на алкогольную продукцию и табачные изделия. Сумма покупки должна быть не меньше 10 тысяч рублей. Можно покупать и меньше, но чтобы в течение 24 часов сумма всех приобретений была не меньше 10 тысяч рублей. Купленные изделия иностранным товарищам должны быть вывезены за пределы России в течение трех месяцев со дня покупки. А вернуть деньги можно в течение года. Для этого потребуются паспорт и чек с выделенным НДС. Компании, которые продают товары иностранцу, и компании, которые вернули ему НДС, этот налог принимают к вычету, но при условии, что они соответствуют требованиям участника Tax-Free. Что значит участник Tax-Free? Эта фирма является плательщиком НДС, реализует свои товары через розницу, и она, эта фирма, есть в списке Министерства торговли. Поэтому имеет смысл для того, чтобы расширять свои объемы продаж, зарегистрироваться в Министерстве торговли и являться представителем данной системы. Еще раз повторю, что не на все покупки иностранцы смогут получить возврат НДС. Если речь идет про бодокцизные товары, прописанные в 181-й статье Налогового кодекса, алкогольная, спиртосодержащая продукция, табачные изделия, а также легковые автомобили, мотоциклы мощностью больше 150 лошадиных сил, моторные масла, автомобильное топливо. Кроме того, правительство Российской Федерации будет утверждать перечень других товаров, которые не входят в систему компенсации. Что нужно для того, чтобы оформить документы, чеки, такс-фри в магазине? Если проанализировать разные страны, в них во всех свои правила, условия возмещения налога, но один из главных параметров, конечно, минимальная сумма покупки для оформления чека. Например, в Германии эта сумма равняется 25 евро, во Франции 175 евро. Те цифры, которые в скобочках, они очень условны, потому что в рубли на сегодняшний день курс сильно изменился, и может быть некий скепсис. В России принята сумма с учетом НДС равная 10 тысяч рублей. На такую сумму надо сделать покупки по месту размещения организации розничной торговли в течение дня. Чек такс-фри оформляется в одном экземпляре, и в нем должны быть перечислены все покупки и кассовые чеки с указанием номера по порядке, даты выдачи чека, информация о магазине, выдавшем чек, наименование, количество и стоимости каждого проданного товара, сумма НДС по каждому товару и общая сумма. Кроме того, там приводятся номеры, даты заполнения документа, а также сведения о покупателе, фамилии, имя, отчество, если есть, латинскими буквами в соответствии с паспортом покупателя, номер личного паспорта, наименование государства, выдавшего паспорт латинскими буквами. В общем-то ничего страшного у нас с вами в розничной торговле не произойдет, но с оптимизмом про это говорю, потому что не являясь гражданином другого государства, покупки мне по Tax-Free, конечно же, НДС не возмещает, но для расширения оборотов розничной сети, конечно же, это очень даже хорошо. Утвержден единый бренд пилотного проекта системы Tax-Free в России, который будет размещаться в местах оформления документов Tax-Free в магазинах и пунктах пропуска через границу. Вот такой вот синенький шарик со значком Tax-Free и флагом Российской Федерации. Любой покупатель, входя в магазин, сможет этот знак увидеть, возможно, на двери, возможно, где-нибудь на торговой стойке. Закон содержит сейчас малой информации о механизме компенсации суммы налога. Из него можно только узнать, что за возмещением можно обратиться в течение одного года после покупки, и что сумма возвращаемого налога уменьшается на стоимость услуг по осуществлению возврата. Пока неизвестно, какие организации будут оказывать услуги по выплате компенсаций. В других же странах есть несколько международных компаний-операторов, крупнейшим из которых это Global Blue и Premium Tax-Free. По всей вероятности, они станут партнерами по развитию системы компенсации нашего налога на добавленную стоимость. Компания Global Blue уже зарегистрировалась в Россию. Ожидается регистрация Premium Tax-Free, Premier Tax-Free. Офисы этих компаний-операторов работают во многих странах, как в аэропортах, так и в крупных городах, популярны у туристов. Возврат осуществляется и наличными, и на банковские карты покупателей. Еще несколько моментов. Новая схема Единый сельхозналог плюс НДС. Но это нас ждет в 2019 году. Пока что это только озвучиваем. Сейчас компании ИИП на сельхозналоги освобождены от уплаты стандартных для других бизнесменов налогов, в том числе и от НДС. Но после вступления в силу новых положений, у коммерсантов на системе налогообложения Единый сельхозналог будет выбор. Остаться на едином сельхозналоге, не платить НДС, либо перейти на новую систему налогообложения, включающую этот налог. И тогда к этим всем плательщикам, добровольно или обязательно уплачивающим НДС, будут применяться положения статьи 171. 171 статья называется «Налоговые вычеты». То есть они смогут заявлять вычеты по налогам. Очень часто слушатели задают вопрос, а кому это выгодно и зачем на спецрежиме платить НДС? Выгодно это, конечно же, экспортерам сельхозпродукции, потому что, смотрите, если они работают на общем режиме, то при продаже за границу у них все равно их реализация НДС не облагается. Соответственно, по всем покупкам входной НДС к вычету не принимается. Если же наш российский сельхозпроизводитель выходит на международный рынок, его реализация облагается НДС, выбирая он эту систему. Но поскольку экспортная операция у нас облагается по ставке 0, то он сможет вычесть входной НДС, который он заплатил своим поставщикам. То есть плюсы здесь очевидны. В этом случае они могут, конечно, воспользоваться и правом на освобождение от уплаты НДС соответственно со 145 статьей, но условия получения такого освобождения для них будут значительно ограничены. Возможно, имеет смысл тогда остаться просто на системе налогообложения ЕС-Единый сельхозналог. Ну и еще какие у нас изменения, которые затронули налог на добавленную стоимость, которую мы услышали еще в 2017 году. С 1 октября у нас новая счет-фактура, опять в ней изменения произошли. Появилась новая графа 1А, код вида товара проставляется для организации, которая вывозит товары в страны Евроазиатского экономического союза. В графе 11 указывается не порядковый номер таможенной декларации, а регистрационный номер таможенной декларации. И появилась новая графа для индивидуального предпринимателя, который может уполномочить любое другое лицо, выписав доверенность для подписи выдаваемых счетов-фактур. И теперь у нас у подписантов счетов-фактур и у руководителя, и у главного бухгалтера, и у индивидуального предпринимателя две строки. Либо подписывают сами, либо доверяют уполномоченному лицу. А с 1 июля 2017 года в счет-фактуре у нас указывается идентификатор государственного контракта, договора или соглашения. То есть появилась восьмая строка в шапке документа. Также с 1 июля НДС надо восстанавливать, независимо от того, из какого бюджета компания получила субсидии на возмещение расходов. И с 1 июля компания может возместить НДС в заявительном порядке, если у нее есть поручитель. Поручитель и договор с ним должны соответствовать определенным требованиям. Не очень много изменений, но они вызывают бурное обсуждение, много эмоций по ведению учета и правильному отражению данных в 1С. Для того, чтобы правильно отражать данные операции в 1С, могу предоставить визуальное восприятие в программе 1С основных таких моментов. Например, если ваша компания ведет раздельный учет, в программе 1С имеется возможность сразу же в документе покупки отразить способ учета НДС. Куда вы денете свой входной НДС? Вы его возьмете к вычету, либо вы его учтете в стоимости, либо распределите. И есть еще одна вещь, блокируется до подтверждения 0%. У нас была уже радостная новость о том, что если вы осуществляете покупки на территории РФ, уплачиваете НДС поставщикам, то входной НДС по этим товарам можно брать к вычету, несмотря на то, что товары поедут на экспорт, в тот день, когда вы поставили на учет данные товары при наличии правильно оформленных счетов фактур. То есть дожидаться заявительного порядка по декларации стало не нужно. Единственное исключение у нас осталось по сырьевым ресурсам, типа древесины, металла, камней драгоценных, полудрагоценных и так далее. По ним надо будет выбирать тогда блокировку до подтверждения ставки 0%. В конце отчетного периода можно будет произвести распределение входного НДС. Есть такой документ у нас, который позволяет входной НДС по тем или иным покупкам распределить. И в результате распределяемый НДС либо принимается к вычету, либо учитывается в стоимости. Кроме того, в программе 1С возможность есть сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 19-му с учетом способа отражения этого вашего входного НДС. Можно группировать, принимается к вычету, учитывается в стоимости и распределяется в зависимости от тех покупок, которые вы осуществляете. Анализ по учету НДС позволяет в виде блок-схемы определить, сколько налога вы должны заплатить в бюджет или же взять к возмещению. И очень наглядная схема и анализ, соответственно, всех ваших покупок и всех ваших продаж. Что касается ситуаций, связанных мы сегодня обсуждали с вами металлолом, сырые шкуры, аренда помещения у комитета, например, по управлению имуществом. Есть возможность в договоре с контрагентом указать, что это организация, с которой мы выступаем в качестве налогового агента. И тогда программа автоматически делает записи по счету 76 на отдельном субсчете налоговой агенты. Можно зафиксировать счет-фактуру как налоговый агент, выписать ее самим для себя, соответственно, и подготовить быстро декларацию, в которой эти суммы как налоговый агент во втором разделе у вас появятся. Ну и давайте немножко покажу то, что я вам сейчас показывала на слайдах, где это можно найти. Итак, есть у нас с вами раздел, который называется «Справочники». И здесь я завела договор у контрагента. Договор, согласно которому мы выступаем в роли налогового агента. Например, у некой иностранной компании РРР мы покупаем там услугу. Считается, что услуга реализована на территории Российской Федерации, но эта компания здесь не зарегистрирована. В этом случае вы указываете расчеты, в чем у вас производится, в евро. И указываете, что организация выступает в роли налогового агента в качестве налогового агента по уплате НДС. Здесь у вас на выбор, по какому основанию вы являетесь налоговым агентом. Аренда муниципального предприятия, нерезидент, электронные услуги или реализация имущества. Это что касается договора. Что касается покупок. Если мы говорим с вами про покупки для деятельности облагаемой или не облагаемой НДС, то в журнале «Поступление» вы можете отразить любые покупки, связанные с этим. Например, у компании «Альфа» мы приобретаем товары отечественного производства. Соответственно, производитель нам выставляет сумму налога, которую мы ему оплачиваем. Программа делает записи, предлагает нам счета 41 и 19, и у 19 счета появляется субконта. Которая называется «Способ учета НДС». Именно здесь вы определяете, что вы делаете с входным НДСом. Либо берете к вычету, либо учитываете в стоимости, либо, возможно, вы будете распределять. В этом документе НДС принимается полностью к вычету. И в проводках мы с вами увидим записи в документе покупки 9.19 и 9.41. НДС стоит на 19 счете с аналитикой, принимается к вычету. Но если компания ведет раздельный учет, мы с вами привыкли, что счет фактура при ее наличии делает проводку 9.68 кредит 19. У компании, которая ведет раздельный учет, такая проводка не формируется. Почему? Потому что основные регламентные операции, которые должны будут сделаны быть в конце квартала, должны подтвердить, что вы имеете право взять этот налог к вычету, и только тогда сформируется книга покупок. Я чуть позднее вам покажу. У другой компании мы купили оправу, допустим. Оправа может быть использована как в деятельности облагаемой НДС, так и не облагаемой. Поэтому способ учета стоит, распределяется. Возможно, какие-то еще были у нас покупки, где стоит сумма НДС, распределяется, и может быть даже какие-то услуги. Мы покупали с распределением. Как вы знаете, в программе есть регламентные операции, и среди них регламентные операции по НДС. Создав документ распределения НДС, вы сможете весь входной НДС, у которого стояло субконт распределить, вышли сюда, вот пласт у нас был и специализированные материалы. Входной НДС был распределен. Часть НДС принимается к вычету, часть учитывается в стоимости. То есть программа нам в этом случае является очень и очень большим помощником. Все можно проанализировать, все вывести на печать, понять, почему именно такая доля НДС берется к вычету, а почему такая сумма берется и включается в стоимость. Все расписано, и все можно рассчитать, проделать. То есть программа нам большой помощник в этом вопросе. Что касается налоговых агентов, договор я вам показала. И, соответственно, формируются записи в учете. Когда мы делаем оборотно-сальдовую ведомость по счету 19, если у нас в настройках посмотреть, есть возможность проанализировать по способам учета. Сформировать. Ну, к примеру, мы с вами сделали покупки, у которых НДС принимался в стоимость, включался. Это для деятельности не облагаемый НДС. Мы провели документ распределения, и НДС распределенный тоже был закрыт. То есть мы видим на 19 счете, по этим двум позициям остатка нет. Ну, и осталось у нас лишь взять НДС к вычету по покупкам, у которых мы говорили, что НДС взять к вычету можно. И опять же, если зайти в регламентные операции по НДС и сформировать записи и книги покупок, провести в оборотно-сальдовой ведомости в окончательном варианте, мы получим практически полностью взятый НДС к вычету, кроме как покупку у компании РРР, когда мы являлись налоговыми агентами. То есть с этой счет-фактурой надо будет поработать соответственно. Еще раз повторю, что компания 1С очень активно работает в направлении всех новшеств, которые присущи и налогообложению, и правилам ведения бухгалтерского учета. Поэтому приглашаю вас на курс особенностей учета НДС в 1С, но и также еще на целую линейку курсов, связанных с управлением бухгалтерии, с курсами налогообложения, чтобы быть в курсе всех новинок, потому что все знания мы даем в актуальном онлайн формате с учетом всех последних изменений налогового законодательства. Продолжение следует...